Здравствуйте дорогие телезрители. Прошло более 95 лет с гибели Василия Ивановича Черпаева и данной личности на страницах газеты «Аргументы и факты» в сентябре 2014 года Валентина Аберенко, журналистка, посвятила свою статью. И о жизни, и о гибели Василия Ивановича Черпаева ходит невероятное количество легенд и анекдотов. Мы решили разобраться, где правда, а где вымесел. Помогла в этом аргументам и фактам Валентина Бровченкова, создатель музея Черпаева, Чебоксара, старший научный сотрудник. Говорят, что Чапаев не был похож на тот почти лубочный персонаж, который был создан после его смерти. Реальный начдив был серьезен, образован и хорошо разбирался в военном деле. В знаменитом советском фильме Чапаев, конечно, есть доля художественного вымысла. Но все равно у героя Бориса Бабочкина было очень много общего с настоящим Чапаевым. Когда эта картина создавалась, еще были живы, близкие родственники героя. Его боевые соратники с ними советовались. Что касается образования, то Чапаев был плотником, стойлером, простым рабочим человеком. Он пришел на фронт полуграмотным. Может быть, бегал одну зиму в школу и все. Как сам писал в анкете при поступлении в Академию Генштаба, сама учка, а военный талант у него открылся только во время боевых действий. Говорят, что Чапаев был из набожной семьи. Отец будущего ночдива Красной Армии пытался отдать сына в священники. Родственники у Василия Ивановича действительно были священниками. Но сам Чапаев вряд ли хотел продолжить семейную традицию. Он стал прекрасным стойлером, краснодеревщиком. Но Чапаев был верующим человеком. Он даже церкви сам строил когда-то. Современники рассказывали, что перед боем он закрывался ото всех, чтобы помолиться. Говорят, что Чапаев любил не на коне скакать, размахивая шашкой, а проехаться на иностранном автомобиле. Как крестьянин, плотник мог быть без ума от автомобилей. В то время даже не каждый богатый человек мог сказать, что он любит машины. Тогда мало у кого был доступ к технике. А на лошади Чапаев скакал до тех пор, пока не случилось тяжелейшее ранение. Шрапнелью левое бедро. Он был ранен 11 сентября 1916 года. 16 осколков вынули из его бедра. После такого большинство хромали бы до конца жизни. Он же старался ходить прямо и никому не показывал свою боль. Участники фронта в те времена были невероятно большими. Около 200 километров. Проскакать такое расстояние ему было просто немыслимо из-за боли. Поэтому у Чапаева появилась машина. Говорят, что Петька, верный Санчо Панса Василия Ивановича, был холостым, простоватым балагуром, часто попадавшим в нелепые ситуации. И сильно любил женский полк. Реально Петр Исаев, тот самый Петька, был женат. У него рос ребенок. Он был георгиевским кавалером, а не каким-то глупым мальчишкой. В фильме он показан как генщик, а на самом деле Петр был адъютантом для особых поручений. Например, в бою он мог заменить командира полка, провести секретную разведку и так далее. Говорят, что Анка была не пулеметчицей, а женой писателя Фурманова, друга и сослуживца. Служивца Чапаева, что влюблен был Чапаев в Анку безмерно, а Фурманов все зная, иначе Дива за это, мягко говоря, недолюбливал. Анки пулеметчицы, как таковой, никогда не было. Это собирательный образ многих девушек, служивших в Чапаевской дивизии. Назвав героиню своей книги именем Анка, Фурманов, может быть, и имел в виду свою жену. Но, во-первых, его Анка не имела никакого отношения к военному делу. В дивизии она занималась культ-просвет работой, организовывал театр для военных. Насчет влюбленности Чапаева я сильно сомневаюсь. Есть последнее письмо Фурману Чапаеву. Оно было написано 3 сентября за два дня до гибели Василия Ивановича. Он его и не успел получить. Фурман их пишет. Мы сидим вместе с Наечкой, как он называл свою жену, и вспоминаем наши ссоры, встречи, боевые операции, наши беседы по вечерам, и говорим, что вокруг собрались враги. Они, как черви, осели. И вот бы, как здорово с тобой нестись на коне вперед. Любим, обнимаем. Разве человек, который ревнует, стал бы писать сопернику такие письма? Да и сам Чапаев был однолюбым. Любил только свою первую жену Пелагеню. Впрочем, она была единственной его официальной женой. Второй брак – это брак обед. Чапаев и его лучший друг однажды поклялись, что если с кем-то что-то случится, то другой не останет семью друга. Когда этот друг погиб, Чапаев взял трех его девочек и соединил со своими тремя детьми. К тому времени первая жена Чапаева уже его бросила, ушла к другому. Тогда Василий Иванович взял в опеку и жену друга. Кстати, тоже Пелагея. Говорят, что именно эта женщина, которую Чапаев спас от вдовьей и боли и голодной смерти, его предала. Когда Чапаев заснул, ее с другом и бросил за измену. Она рассказала его гвардейцам о том, что штаб Ночдива охраняется слабо и его в любой момент можно взять. Этой версии придерживается правнучка Чапаева Евгения. Но это спорный вопрос. В то время и за дочерью, и за другими детьми Ночдива велась охота. Гораздо проще было отнять детей у Пелагея. Выманить с помощью шантажа Чапаева и убить его. Доподлинная правда здесь только в том, что вторая Пелагея его не очень любила и связалась с другим человеком. Вот он точно был предателем. Белые ему платили за информацию о красных и их командире. Но кто именно сыграл роковую роль, неизвестно. Белые давно охотились на Чапаева, красные тоже обвиняли его в партизанщине. У него был конфликт с командованием. Все это и привело к опасной для его жизни ситуации. Ну и в заключение несколько анекдотов, которые здесь приводятся. Поступает Василий Иванович в академию. Приемная комиссия решает, такого известного человека надо обязательно принять. Показывает Чапаев портрет Маркса. Скажите, кто это? Мы вам подскажем первую букву М Махно Зараз Нестор не сразу признал Возвращается Петька в дивизию После неудачного поступления в Академию Генштаба Сразился, говорит Василий Иванович На Цицероне Спросили меня, кто он такой Я говорю, что это кони с третьего эскадрона Это я виноват, Петька признался Василий Иванович Я Цицерона во второй эскадрон перевел Ну вот такая информация о легендарном человеке Василии Ивановича Чапаеве Не забудьте подписаться на канал И оставить ваши комментарии До встречи